О самых болевых точках казахстанской медицины Ельжан Бертанов говорил уже не среди коллег по кабинету министров, а на встрече с населением. На Самгульку Муспаева о проблемных вопросах и долгожданных ответах. В каком размере работодатели должны делать отчисления? Какие меры предпринимаются? Как применять лекарства? Есть такая проблема у нас в столице. Вопросы, вопросы, еще раз вопросы. Но прежде чем приступить к ответам, министр отчитался перед населением. Начал с одного из самых больных мест – рецептурного отпуска препаратов. Выдача лекарств по рецепту – общемировая практика. А уже ответственность за выбор лекарства, как следствие выздоровления больного, лежит полностью на враче. Благодаря именно рецептурному контролю мы можем выявлять, оценивать и предупреждать желательные последствия. В последнее время очень много стало проблем со жилопотреблением и наркотической зависимостью от применения лекарственных препаратов, которые можно купить в аптеках, минуя рецепты. И это очень серьезная проблема в обществе, которая беспокоит многих родителей, поскольку дети получают доступ бесконтрольный к сильнодействующим препаратам. Министр отметил, что часть препаратов, которые относятся к рецептурным, до июля этого года выведут из списка и их можно будет купить без рецепта. Другой вопрос, что сегодня в аптеке вполне реально купить фальсификат. А такое лекарство ни по рецепту, ни без него не поможет. По информации министерства, порядка 10% лекарств на прилавках аптек страны являются фальшивыми. То есть нет уверенности в том, что в моей аптечке, к примеру, лекарства от головной боли или от кашля являются настоящими. Очистить рынок от таких медикаментов пока в стране не удается. Однако, как раз таки рецептурная выдача лекарств, по мнению Бертанова, поможет вести строгий учет за препаратами. Разумеется, когда недобросовестный работник аптеки хочет получить прибыль, он не будет думать о том, чтобы закупить качественные препараты, они дорогостоящие, а будут стремиться к фальсификату. Говорил глава ведомства и о дефиците кадров. Аварийных и недооборудованных больницах, повышении зарплат медикам. Кстати, работникам сферы здравоохранения заработок еще поднимут. Однако присутствующих волновали другие вопросы, некоторых личного характера. Какие-то проблемы вызывали в зале слезы, а какие-то даже смех. Вот в ночное время, особенно эти машины с этими сиренами, действительно, она после этого не то что и в ноги, она тревогу такой создает. И нельзя ли вы как-то ее звук поменьше сделать или что-то такое, и уснуть потом как-то невозможно. Важный вопрос, на самом деле, мы в стандарте правил оказания скорой помощи требования закрепили, когда нужно сирену включать. И сирену на машинах устанавливаться не только для того, чтобы водители пропускали над этим стандартом, будем думать. Жители также интересовало, могут ли они проверить предприниматели, в частности, тех, кто продает мороженое на улице. Любой человек, не только в мелкой рознице, на любом объекте торговли может по мелкой рознице попросить. У него наличие разрешения, во-первых, на основании чего он здесь стоит, и второе, есть у него личная медицинская книжка. Встреча министра с жителями в формате вопрос-ответ продолжалась больше запланированного времени. Уже казалось, что брифинг в СЦК с главой здравоохранения, намеченный сразу после отчетной встречи, вот-вот сорвется. Однако нет. Елжан Бертанов успел все. И со стончанами побеседовать, и на вопросы журналистов в прямом эфире ответить. На Зымгулькум Испаева, Азамат Саметов. Итоги дня.